всем привет сегодня делаю уборку в книжном шкафу я обнаружила свою старую книгу рецептов а в ней рецепт бабушкиных булочек но так как в кулинарии я не сильно я предложила эту идею своему мужу и как видите мне не отказали у нас в семье всегда приветствуются идеи всего нового и неизведанного и так бабушкины булочки поехали берем 50 грамм свежих дрожжей и измельчаем небольшой посуде у кого нету свежих может брать конечно и сухие дрожжи но насколько я помню из детства бабушка всегда использовала именно свежие дрожжи или как она еще их называла живые добавляем одну ложку сахара щепотку соли эти булочки можно делать с любой начинкой с мясной овощной со сладкой все зависит от полета вашей фантазии и сюда же мы вливаем буквально ложку или вот такой небольшой паломничек теплого молока запомните не горячего а именно теплого разводим дрожжи до однородной консистенции оставшееся молоко мы вливаем небольшую кастрюлю туда же отправляем разведенные дрожжи и потихоньку всыпаем муку очень важно муку добавлять постепенно как только мы получили консистенцию теста как для оладушков накрываем крышкой и оставляем в теплом месте до тех пор пока наше тесто не увеличится в объеме хотя бы в два раза а тем временем берем два яйца и взбиваем их миксером когда яйца взбиты до пены постепенно начинаем всыпать сахар сахар должен полностью раствориться как видите получается масса густая и почти белого цвета а это означает что яйца с сахаром великолепно взбиты наша масса увеличилась в объеме теперь мы сюда добавляем взбитые яйца и аккуратно не спеша перемешиваем всем известно что дрожжевое тесто не любит ни спешки ни резких движений ни высоких звуков и потихоньку вводим оставшуюся муку когда уже невозможно мешать лопаткой мы выкладываем тесто на стол предварительно посыпанный мукой и начинаем тщательно его вымешивать теперь нам необходимо добавить масло или маргарин которые мы предварительно растопили кому как больше нравится в нашем случае масло смазываем руки жиром для того чтобы тесто меньше прилипало и тщательно начинаем его опять-таки вымешивать чтобы весь жир впитался в тесто бабушка всегда говорила что никакие миксеры и любые другие чудеса современной техники по замесу теста не сравнятся с человеческими руками мне же хочется добавить тем более если эти руки мужские как только тесто перестает липнуть к рукам мы его вымешиваем еще буквально пару секунд смотрите какое оно эластичное мягкое нежное кладем его обратно в кастрюлю и оставляем подходить прошло полчаса наше тесто увеличилось вдвое смотрите какое оно красивое пушистое теперь можно приступать к формированию булочек мы решили их сделать со сладкой начинкой из малинового джема как я говорила ранее вы можете делать по своему усмотрению сюда подойдет и овощная начинка и мясная теперь когда булочки сформированы мы смазываем их яйцом для того чтобы получить золотистую корочку и перед тем как отправить в духовку оставляем в теплом месте чтобы они подошли выпекаем при температуре 180 градусов до золотистой корочки приблизительно полчаса никто и не предполагал что банальная уборка может закончиться семейным чаепитием с такими великолепными булочками а все благодаря бабушки жду ваших лайков и комментариев до следующих выпусков пока пока